Ну что, друзья, доброе утро! В России 18 марта, единый день голосования. Мне пришло приглашение поучаствовать в выборах, как и всем гражданам Российской Федерации. В общем, сейчас я собираюсь на избирательный участок, сделаю свой выбор. Вот, всё, сейчас увидимся уже там. Вот они, самые главные избиратели. Ну что, ребят, за кого голосовать? Оказывается, сегодня ещё здесь голосуют за проекты благоустройства. Сейчас я проголосую и тоже, наверное, встану в эту очередь. Номер. Всё, ребятки, я получил бюллетень. Сейчас буду выбирать. Именинница, поздравляю тебя с днём рождения. Спасибо тебе, спасибо большое. Оль, ну что, самое главное, конечно, это хорошее настроение, хороших людей побольше на жизненном пути. Чтобы всё ладилось, а что не получалось, проходило мимо. Ну что, ребятки, иду сейчас на встречу с одногруппниками. Дима Михайлов опять прилетел. Второй раз билеты за 800 рублей. Сейчас пойдём немножечко пообщаемся, увидимся. Сейчас уже там буду. Почти в полном составе. Ещё ждём Оксану с Сашей. Сейчас. У нас сегодня очень большое количество событийных персонажей пришли приехать. Вот Дима приехал. Дима, давай расскажи, конечно. Не только я, Дима приехал. Зачем ты приехал опять в Омск? Последний приехал вот Евгений Александрович. Не-не-не, ну подожди, ну надо сначала с тебя. Я приехал, ну что, я буду честным. Естественно, я приехал, чтобы встретиться с своими любимыми на одной группе. Вот это правильно, Галочка, Дима. Политически это верно. А за кого ты проголосовал? Да, вот это уже в другой серии. Ты голосовал? Так. Подожди, а он что, приехал в Оно? Ну он приехал на неделю. А где был конкурс? В молодёжке. Здесь в Омске, да? Да, пока молодёжка. Нам её надо собрать будет, не забыть. Мы все сразу замолчали. Скажите, что нам нужно собрать ребёнка. Скажите, что не хватает, камера не пропала. Я говорю, я сегодня вообще не способен делать контент. Там самим можно говорить что-то. За кого ты проголосовал? Я проголосовала за Путина. Потому что я всё равно знаю, что он выиграет. Но потом он увидит, скажет, блядь, Дворнова, её фамилия стояла за какого-нибудь там Жириновского. Налоги ей увеличить два раза. А вы видели, кстати, я так ржавный пришёл на избирательный участок, посмотрел на это. Ну вот, где стенд, где висят все кандидаты, у всех реальные фотки, современные. У Жириновского 90-го года молодой чувак. Вдруг кто-то поймёт, да, такой, что новый чувак по-любому вон в Россию. Как обычно, короче, пришли, сели, решили свалить. Хорошая реклама. Халяву попили воды. Хорошая реклама вместе. Нет, нормально всё. Мы сейчас выпьем по стаканчику там пива, виски и пойдём интеллектуально развлекаться. Мы пойдём в квест. Только некогда. В общем, короче, если сейчас мы попадём ещё в квест, будет сегодня очень нереальная и очень интересная история. Буквально через 20 секунд началась вообще жёсткая драка. Женя с Оксаной уже разругались на почве непонимания, времяпрепровождения. В общем, короче, Оксана, прокомментируй, пожалуйста. Женя сказала, что он просто не хочет сомбушиным разговаривать. Потому что я не пошла в квест. Это поклеще дебатов на Первом канале. Да, просто мне нравится. Просто это... Я признаю лимоном тебе глаз. Это 304. Десять лет... Десять лет спустя разругались на почве квеста. Нет, давайте за меня вообще. Давай, что ты замечал, выбираешь на Турцию. Давай, что ты через 6 месяцев. Сразу видно, наглые, нагрубненькие прыжки. Каждый на себя тянет одевать. Да, одеяло. Полин, ты скажи, давай скажи, что типа нет за меня. Нет за меня. Я вообще два дня работала, не покладая планшета из рук. Не покладая ног. Не покладая планшета из рук. Давайте. Я тоже постоянно работал. И вообще за меня... Ребят, в любом случае, это тост до меня был. Вот сейчас ребята... Это не за кое-как. Ребята сейчас пожелали мне самого лучшего. В общем, короче, чтобы было все замечательно. Чтобы достроился долгострой наконец-то в этом году. Мои 124 уже подписаны. 124 подписчика, Костян. Но это уже прямо... Понимаешь, все как-то непонятно вообще прибавляется. Давай, расскажи, Россия страна возможностей. Это правда? Да, это... Все, спасибо, ребята. Я все сказал. Россия страна возможностей. Мне кажется, этим много сказано. Ставьте лайки, пишите комментарии. Что по Сберу? Что по Сберу? Сберу минус, плюс. Аджайл, плюс, конечно. Это что за центр такой Аджайл там был? Ну, это их такой Аджайл офис, Аджайл дом называется. Они все там занимаются Аджайлом. Не стесняются друг друга, занимаются Аджайлом. В общем, короче, ребята, если хотите заниматься Аджайлом публично, идите в Сбербанк. Да, они публично, потому что они сидят в open space, поэтому они публично занимаются Аджайлом. Там таланты? Ну, я не знаю, не проверял, но судя по всему, да. Мы ходили и смотрели, как они занимаются Аджайлом, а они нам рассказывали об этом. Понятно, ясно. Театр нации. И подарили мне две книжки, кстати, про Аджайл. Надо будет их почитать. Театр нации. Театр нации, ребята, кстати, ребята. Евгений Миронов. Все культурные люди абсолютно, вы не слушаете, о чем мы говорим. Про Театр нации говорили. Театр нации это было очень. 15 минут нашего Мариота было, поэтому я туда... Фига себе, Лакшери Мариотт, а в отеле жил. Да, да, да. А то есть классно. Ты сделал обзор? Обзор оттуда? Людям неинтересно, что ты читаешь, когда ты читаешь, важно в каком номере ты живешь. А у меня есть фотки этого номера. Мы фотки слайд-шоу сделаем в этом видео. Вот не знаю. Ладно, а были какие-нибудь интересные персонажи? Где? Мы сейчас говорим про Театр нации, про Мариотт или... Или ты уже... Ну уже дальше поехали. Твой живой ум ушел уже дальше. Да, уже дальше. Конечно, были интересные персонажи. Я познакомился там со всем наставником, Сергеем Недрославом. О, кстати, про него что-нибудь пару слов. Классный, классный мужик. Он вообще собрал там просто аншлаг на своем мастер-классе. У него он такой был в небольшом помещении, но все набилось. И в итоге, ну, как это сказать, я не знаю, даже... Ну, про свой бизнес он рассказывал, про свой опыт. Нет, теперь не включайся. Ребят, видите, насколько здесь эмоционально вообще разные полюсы. То есть здесь люди переживают эмоции вообще на месте все. Я вот сейчас, допустим, смеюсь, веселюсь, а могу тоже сейчас разозлиться и кому-нибудь позвонить. Ладно же, давай, что там дальше. Короче, Сергей, в общем, настолько заинтересовал публику, что потом у меня должна была быть встреча с ним после этого мастер-класса. И в итоге я там еще 20 минут отбивал его от фанатов. Для того, чтобы с ним попасть. Ну, и сейчас, соответственно, у тебя начинается такой этап взаимодействия. С какой регулярностью? Ну, мы сами установим эту регулярность. Как только у меня будут какие-то вопросы, пожелания по взаимодействию, он обещал активно отвечать на все это. Скажите, что ли? Да. Ребят, мы, короче, покидаем это место. Жутко это. Нам не понравилось. Мы либо такой оттойной в жизни не пила. Одна вода и просто. А, то она туда и... Одна вода и йод. С лимоном, блин. Ребят, короче, у нас сегодня все завертело. Сейчас едем в какой-то квест. Надеюсь, удастся протащить туда камеру, поснимать. И все. Оля, скажи, ты готова пройти этот квест? Нет. Я готова, чтобы тебя привязали и распялись. И будет, знаешь, пила такая, знаешь, между ног. Мы прибыли. Не знаю, что сейчас будет дальше, но я где-то на седьмой северной. Дима из Москвы на седьмой северной. Здесь фонари, автомойка. Это квест. Мы уже в квесте, короче. Первым делом человек нас со второго этажа пригласил подняться выше. Наверное, сюда. Мне кажется, это уже пошел квест. Первое задание. Пахнет в бане. О, боже, короче. Ребята, я первый раз, я не знаю, что сейчас будет дальше. В бане и пахнет в бане. Вот они, вот они, подопытные. Что там? В итоге, Жень, как ты говорил, это эволюция или что? В общем, короче, через час либо будет эволюция. Оксана, что ты ожидаешь? Вместе вы чего? В общем, мы очень надеюсь, что это память останется. В общем, короче, ребят, я не знаю, целый час сейчас будет. Мне запрещают снимать, сказали снимут, может быть, на выходе. Вот, ну ладно, посмотрим. Я не знаю, какие у нас будут эволюции. Вот профессор. Да, профессор. Здесь профессор. Надо здесь находиться тогда? Да, здесь будет. Милашка, ты будешь здесь ждать. На рыбу, на рыбу, на черепаху. Снимай вот прям вот так, направляй. Вот снимай их вот туда. Он страшный монстр. Да. Смотри. 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 Ой, кто это? Ой, кто это? Ой, кто ты? Субтитры сделал DimaTorzok 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 передай привет мы вышли короче из этого короче это была реальная эволюция короче я весь потевший мокрый началась какая-то вода сверху это вообще было жесть просто мне понравилось мы конечно на некоторых моментах немножко тупили вообще все круто круто ну короче у нас было три жизни но мы не нам немножко пошли навстречу конечно третий раз когда мы жизнь потеряли нам дали дойти до конца очень короче ребята очень круто вообще я не ожидал что мы сегодня конечно встретимся с одногруппниками испытаем короче вот такой треш вообще на земле все пока 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 и и и и и и и и